Я приветствую опять всех на своем канале Олго-сенотерапия Герсина. Я продолжаю переводить эксперта доктора Эдвард Групп и его беседу с доктором Патриком. И вопрос, на котором мы остановились в прошлый раз, звучал примерно так, насколько я помню. Посмотрите, где вы сейчас, по сравнению с тем, когда вы начинали 20 лет тому назад. За эти 20 лет прошло очень многое, мы произвели очень много токсинов. И он имеет в виду, доктор Патрик, конечно, корпорации, которым нужно было покупать политические интересы. И вот при этом всем произошел резкий рост заболеваемости в стране. И в этом мы были свидетелем, и начиная от ваших родителей, которых была обоих онкология, и они умерли от нее, когда этому человеку было 20 лет, как он говорил. И, в общем, вопрос, что происходит сегодня в этом мире. Последний раз я провела в Монсанту, у них было 8 лоббистских групп, которым они дают миллионы и миллионы долларов, чтобы они поддержали их политические интересы в правительстве. Но есть также хорошие новости. И от чего они исходят? Потому что мы посвятили своей жизни этой информации, чтобы отдать ее людям через интернет. У нас очень много не ГМО-проектов. У нас есть документальные фильмы по ГМО. У нас книги, поэтому видео на Ютубе уже не так скрыто за кулисами. И поэтому, я думаю, что потребители за то, что может сдвинуть дело вперед. И, конечно, в политике мы не надеемся на то, что мы одержим скорую победу. На это понадобится, может быть, годы и годы. Но если мы посмотрим сейчас 15-20 лет назад и сейчас, то увидим, какие изменения произошли. У нас большие корпорации, гигантские просто, которые идут свободными от ГМО. У нас это не потому, что им политики это сказали, а именно потому, что мы понимаем, что это делает для наших тел, организмов. И мы просто не покупаем ГМО. И вот это, конечно, восхитительная часть. Раньше нам приходилось ждать годы и годы, прежде чем увидеть маленькое изменение. Сейчас это идет, в принципе, очень быстро. И сейчас много органических ферм открывается. Вот когда-то раньше фермеры кончали жизнь самоубийством. Их судила Монсанто за то, что они, их семена использовали, не покупая новые. И вот сейчас все по-другому. Сейчас они говорят, фермеры, давайте будем, я хочу делать это все по-другому. Я хочу идти органическим, естественным путем. И большие компании, а именно вот семенные компании, которые принадлежат Биллу Гейтсу, Центру Рокофеллера, Монсанти, все им. У них, они забрали все семена, и все на них очень надеялись. Но самое страшное, что происходит сейчас, они поняли, что против них идет движение в противовес, против ГМО. И они сейчас идут политикой ГМО номер 2, 2.0. И они сейчас делают новую методику, новую, так называемую, инженерную генетику. И они теперь не внедряют какой-то чуждый ген в растения, а они берут растения и заставляют ген внутри этого растения замолчать. И вот они уже заручились с поддержкой на законодательном уровне. И вот это вот будущее, собственно, генной инженерии. То есть они покупают сейчас законные такие определения, да, которые позволяют им это все делать. Это как-то звучит вообще двояко, я бы сказала, и опасно. То есть, получается, они будут писать, это не ГМО, на самом деле это будет ГМО. Но, да, они сейчас, даже USDA, то есть органическая эта организация, которая вроде как за нас, да, они переписывают законы для того, чтобы могли позволить этим компаниям затыкать рот какому-то гену. И что это вообще такое? Вы, например, вы берете арктическое яблоко, и это уже было одобрено и FDA, и USDA, то есть это организации американские, связанные с едой. И они хотят прекратить потемнение яблока при разрезании его, и они при этом забирают этот ген, который, значит, реагирует на кислород и делает это окисление. То есть они фактически заставляют какой-то ген молчать, то есть они фактически его вырезают. И вообще я считаю, что у природы нет ничего бесполезного или ошибок каких-то. Если положено яблоку утемнеть, так пусть оно темнеет. Но вот если подумать, что ты можешь это делать без всяких последствий, это вообще настолько безрассудно. И для меня они играют в Бога. Они берут то, что уже было создано. И, конечно, в этом яблоке уже была причина, почему оно окисляется, так ведь? Но это не только с яблоком. Они еще это делают с картофелем. И потому что им уже разрешили USDA и FDA. То есть у нас уже есть сейчас яблоко и картофель. И вообще сейчас уже 300 так называемых синтетических биологических проектов идет, когда они играют с генами. И вообще почему у них все это получается? Потому что все законы уже были написаны на них. То есть сначала это был запрет, закон был о том, чтобы не добавлять чуждый ген в растение. А вот то, что они сейчас делают, это манипуляция внутри. И либо они добавляют тот же ген того же вида добавочный, либо они забирают, вырезают какой-то ген. То есть они вроде как по закону все делают правильно, они не нарушают закон. И они называют это КРИСП-технология или Тейлор-кислородия или Зинг-Зинг-технология. Но на самом деле это все одно и то же. Они либо добавляют тот же самый ген этого вида, либо вырезают. Фактически все это вмешивание в процесс. И провели исследование Колумбийский университет и обнаружил вот именно по КРИСП этой технологии. И нашел очень много мутаций, происходящих в этом растениях. И что происходит, если человек потребляет это ГМО растением, как еду, и это у него перерабатывается, то это, конечно, остается в них и может изменить ДНК и изменить процессы гены внутри этого человека. Это страшно, потому что правительство это одобряет, оно не запрещает этого ничего происходить. И никто не делает никакие изучения по безопасности этого всего. И вот если вы будете это все поедать, вот этот ген, который, в общем-то, человеком может быть изобретен, попадет в вас, что он может сделать внутри вас? Одному Богу из нас известно, какие изменения он произведет в вас внутри и превратит вас в гибрида самого. А тогда вот есть это последствия от этого всего? Почему нам, как покупателям, нужно быть экспертами в этой области? Господи, и он говорит, я когда покупаю, я всегда смотрю на этот вот, на этот значок, что это вот не ГМО. И сейчас как можно этому всему доверять? Вот может ли это видно быть в лаборатории, если мы принесем этот продукт и проверим его? Он говорит, нет. Раньше, когда добавляли другой вид внутрь растения, тогда это можно было видеть в лаборатории. А сейчас, когда они играют внутри самого растения, это не видно. И они могут поставить любой, любой код или не ставить ничего. Вот точно так же это происходит с арктическим яблоком. Они никакой туда значок не ставят, ничего не пишут. И получается, что они все это кладут на покупателя, чтобы покупатель делал эту домашнюю работу. Все это смотрел, все эти новейшие изменения, что маркируется, что нет, как маркируется, не маркируется, чтобы не купить, не дай бог, вот это. И вот смотрите, Дюпонт что делает. Сейчас они объявляют о новом продукте ананаси, который будет слаще и вкуснее. И они забрали ген, который каротина из этого ананаса и желтый. И сейчас поэтому ананасы розовые, то есть они сейчас проходают розовые ананасы, но имейте в виду, эти ананасы, они прошли генетическую обработку инженерную, да, вот в лаборатории. И он говорит, вот то, что это все происходит, оно совершенно не находится на первых страницах газет или в телевизионных новостях. Это нужно искать и, в общем-то, постоянно себя обучать каждый день об этих вот всех изменениях, которые происходят, чтобы понимать, где они роют в яму, можно сказать. И вот я предупреждаю всех мясоедов, потому что почти все животноводство в Америке кормится ГМО-продукцией. И кроме того, что вы получаете вторичное ГМО через мясо, вы еще получаете пестициды и гербициды. И нам всегда нужно, прежде чем положить кусок в рот, задаться вопросом, а как это было выращено. Нет даже безопасных ресторанов, вы должны, если даже приходите в органический ресторан, вы должны задавать вопросы, какой водой вы пользуетесь, каким маслом вы пользуетесь, какой кастрюлей вы готовите. И мы создали для себя вообще вот это общество, в котором небезопасно. Подумайте о тех же пластиковых контейнерах, которые заражают еду в них лежащую. И многое другое от детей, дети, которые подвержены токсинам в 10, 20, 30 раз. Они растут, их организм растет, а вы их кормите генетически модифицированной едой. И это все заходит в организм ребенка и создает там среду, в которой хаос буквально. И теперь ребенок может заболеть и аллергией, и аутизмом, и онкологией. Организм все время дает сигнал, что что-то происходит не так в виде симптома. И когда что-то такое появляется, мы тащим ребенка к доктору. Доктор вас смотрит за 7 минут, дает вам какой-то дикий диагноз, дает лекарства. И не спрашивая, что на самом деле привело к этому. И вы знаете, то есть это добавляет химические вещества в организм ребенка и не улучшает его положение. Что еще опасно? ГМО-продукты уже сами по себе очень плохо перевариваются. А плюс ко всему у нас очень много стресса в жизни. И стресс как влияет на организм? Он именно затрудняет процесс пищеварения. И вот если вы съедаете еду, она может не перевариться даже за день, два или три. И она там лежит, а вы еще добавляете другую, другую еду, обед, завтрак и ужин каждый день. И у вас все там начинает гнить. То есть масла прогоркают, мясо становится испорченным. И все это там лежит и добавляет все токсины от этой еды, добавляются теперь уже к тем, которые были ранее складированы. И вы на это используете всю свою энергию. 25% идет на то, чтобы переварить пищу. И вот хронический стресс, конечно, это что-то, что еще плохо влияет на ваше здоровье. И, конечно, самое первое, что можно как-то себе помочь в этой ситуации, это просто не кушать ГМО еду. И вот в этом вот красота интернета, где можно найти полезную информацию о вреде ГМО и не употреблять его. И делать процессы детокса и делать это на регулярной основе. И пить чистую воду для того, чтобы наладить работу пищеварительной системы. И вот почему доктора имеют такой успех, когда они просто советуют пациенту переключиться с ГМО еды на органическую. Но Патрик говорит, ну не должно же быть так тяжело, ну что же тут такое, что же вот этого все нужно принимать в внимание. Откуда еда происходит, что она сделает со мной, когда я ее съем. Это же очень трудно задавать себе такие вопросы постоянно. Вот думать о том, в какой кастрюле готовить, какой водой промывать наши овощи, чтобы не добавить токсинов или там фрукты. И вот это, наверное, на это рассчитывают корпорации, когда они это все изобретают. Они думают, да, люди настолько заняты своей жизнью, и голова у них забита этими проблемами, что они не будут вообще здесь вопросы задавать. Просто будут сидеть и кушать это все, не задавая вопросы. И вот если потом вот, когда уже начинают симптомы проявляться, уже тогда поздно, потому что мы идем к врачу, и врач не помогает, а дает рецепты на лекарства. И этот цикл, который, в общем-то, тяжело ложится на плечи людей, и какой выход из этого всего? Да. Ну, первое, что вы должны понять, что такое токсины, что вы кушаете, проанализировать, что вы пьете. Вы знаете, что земля сама отравлена, и вода отравлена, растения отравлены, и земля больна, а мы связаны с землей. И если мы будем продолжать отравлять землю, то она будет отравлять нас. Прежде всего, вам нужно изменить диету на органическую. Я всегда спрашиваю у пациента, вы знаете, почему у вас рак? Вы знаете, почему у вас сердце плохо работает и проблемы с ним, или диабет? И пациенты говорят, нет, я не знаю. И я их спрашиваю, разве вам, доктор, за 20 лет, пока вы там были больны, никогда не сказал, почему, что это повинна ваша еда, вода, ваш образ жизни? Нет, нам это ничего не говорили. И я всегда говорю этим пациентам, подумайте, почему вы заболели. Вы принимаете сотни и сотни тысяч токсинов в виде еды и лекарств, и вы ожидаете, что это, вы будете здоровы после этого. Сколько паразитов, сколько микробов живет внутри вашего организма, организме. И пациенты должны понимать, что организм не может работать на всех этих токсинах совершенно. И что, вы думаете, происходит после этого? Потому что процессы выведения токсинов, они заблокированы тоже токсинами, и получается, что вы имеете запор, у вас какие-то другие симптомы происходят, потому что это и токсины, они все уничтожают натуральные системы защиты организма, выведения, все другие, в общем-то, системы. И что делать тогда организму, когда вот через пот ничего не может выйти, через дыхание ничего не может выйти, или другими путями, то организм забрасывает эти все токсины куда-нибудь в темное место. Это может быть в каком-то месте, в каком-то в густах, это может быть в суставах, тогда это будет артрит, это может быть где угодно. И, допустим, вот у женщин, у многих уже нет регулярного менструального цикла, это всегда знак того, что токсины, токсины блокируют это все. И вот это главная причина всех заболеваний. Когда вы не заботитесь о детоксе, то организм тогда делает все, что ему он может, а именно куда-то их складирует, и там начинается проблема. И если это в каком-то месте на органе, внутри органа, то будет тогда онкология. Любой диагноз – это как бы сигнал того, что слишком много токсинов. И это тогда, когда иммунная система уже отключается и не работает, и потому это вот ваша онкология так же. Поэтому нужно изменять образ жизни, изменять диету, то, что вы внутрь потребляете. И даже органическое кушать – это не всегда решение, потому что не всегда это все в спелом состоянии, и вы все долго путешествовали, прежде чем вы приехали в магазин, а потом вы это купили. Понимаете, это все настолько все серьезно, но все-таки органическая еда лучше, чем вы будете продолжать езгинговую еду, хорошую еду, уменьшить уровень стресса, обращать внимание, как вы потеете, как вы дышите, какое у вас дыхание, как у вас пищеварение происходит, ходите ли вы в туалет по-большому каждый день. И вы понимаете, мы не должны позволять болезни начаться. Нужно постоянно употреблять пробиотики, также помогать пищеварительной системы и постоянно очищаться от токсинов каждый-каждый полжиний день. Исцелять организм натуральным путем. Вот тысячи лет назад ничего не было, никаких этих химических лекарств, технологий, еды и так далее, но они исцелялись тем, что им было доступно, то есть чисто едой и водой. И у них это что, получалось? Да, это медленный процесс, но он происходит, и это самый безопасный процесс. И вы можете себя исцелить и взять ответственность на себя за свою жизнь. Вы с такой страстью об этом всем говорите, и это удастся надежды. Да, вы показали какие-то детали большой проблемой, и это нам тоже помогает. Конечно, вызовы большие в жизни, большое спасибо вам за то, что вы поделились своей страстью, за то, что вы показали ваше понимание этой проблемой, и это позволило нашим зрителям также получить больше знания. Да, я знаю об этом. Спасибо вам за то,